При подготовке к занятиям в интернет-кружке русского языка вы можете пользоваться словарями и справочниками, которые найдете на сайтах грамота.ру, академик.ру, викисловарь. Давайте вспомним, что однокоренные слова – это слова, имеющие общий корень с общим лексическим значением. Так, например, слова «коса», «косичка» и «косица» являются однокоренными, у них общий корень «кос» со значением вид укладки волос, прическа. Так бывает, что слова имеют похожие корни, но являются ли они при этом однокоренными, как, например, слова «косичка», «косить», «косить траву» и «коса». Для того, чтобы ответить на этот вопрос, мы должны каждому из слов подобрать родственные слова с общим лексическим значением. Итак, «косичка», «корень коз» со значением вид прически, укладки волос, «коса», «коса до пояса» – то же самое значение, «косица», «корень коз» со значением прически. Делаем вывод, что «косичка», «коса до пояса» и «косица» – эти слова являются однокоренными, так как у них общий корень с общим лексическим значением. Следующий ряд. «Косить траву», «корень коз» со значением «срезать траву», «косьба», «корень коз» – мягкий знак, входит в корень, со значением действия процесса срезания травы, «покос», «корень коз» тем же самым значением. Слова «косить», «косить траву», «косьба» и «покос» являются однокоренными, потому что у них общий корень с общим лексическим значением – срезание травы. Следующий ряд. «Коса» – наречие «как коса», «корень коз» со значением «непрямо», «в сторону», «косой», «корень коз» со значением «непрямой», «идущий в сторону», и «скосить», например, «скосить взгляд в сторону», «корень коз» с тем же самым значением. Слова третьего ряда являются однокоренными, потому что у них общий корень с общим лексическим значением. Исходя из этого, мы можем ответить на наш вопрос, что слова «косичка», «косить траву» и «коса» не являются однокоренными, у них разные корни с разным лексическим значением. Следующая наша тема – это склонения существительных. Большинство существительных в русском языке в форме единственного числа относятся к одному из трех типов склонения. К первому склонению относятся существительные женского рода с окончанием «а-я», например, «стена», «земля». К первому склонению относятся немногочисленные группы существительных мужского рода также с окончанием «а-я», например, «дедушка» и «дядя». А вот большинство существительных мужского рода с нулевым окончанием относятся ко второму типу склонения, например, слова «плащ», «конь». Ко второму типу склонения относятся существительные среднего рода с окончанием «о-е», например, «окно», «поле». К третьему склонению относятся существительные женского рода с нулевым окончанием, например, «степь», «ночь». У таких существительных, которые относятся к третьему склонению, на конце пишется «мягкий знак». Кроме того, есть разносклоняемые существительные. Это 10 существительных, оканчивающихся на «мя» – имя, вымя, бремя, время, семя, племя, темя, пламя, стремя, знамя. И существительный путь тоже является разносклоняемым. Они так называются, потому что при склонении, то есть изменении по падежам, они имеют окончание существительных разных типов склонения. Кроме того, в русском языке есть неизменяемые существительные. Это те слова, которые к нам пришли из других языков, иноязычные слова – кофе, пальто, кенгуру, баку, дюма, мадам, леди и т.д. Как видите, это могут быть существительные, одушевленные и неодушевленные, имена собственные и нарицательные. Они являются неизменяемыми, потому что они не изменяются по падежам и всегда употребляются в одной форме. Следующая наша тема – это правописание парной-согласной. Парные-согласные – это согласные, имеющие пару по звонкости-глухости. Б, П, В, Ф, Г, К, Д, Т, Ж, Ш, З, С. Не всегда произносятся парные-согласные четко. Они могут находиться в слабой позиции, тогда появляется орфограмма. Звонкие-согласные произносятся нечетко, если они находятся на конце слова, как, например, в слове «паровоз». Происходит оглушение звонкого-согласного. Оглушение звонкого-согласного происходит и в позиции перед глухим-согласным, как в слове «березка». А вот глухой звук-согласный произносится нечетко, если он стоит перед звонким, как, например, в слове «просьба». Правило здесь простое. Для того, чтобы правильно написать парную-согласную, нужно подобрать проверочное слово так, чтобы после этой согласной шел гласный звук. Итак, «березка», проверочное слово «березонька», четко произносится «з», пишем букву «з». «Просьба», проверочное слово «просить», четко произносится «с», пишем букву «с». «Паровоз», «паровозы», четко произносится «з», пишем букву «з». И последняя наша тема – это правописание мягкого знака в глаголах. Прежде всего, мягкий знак в глаголах пишется в сочетании «ся». Если этот глагол находится в форме инфинитива, отвечает на вопрос «что делать» и «что сделать». Посмотрите, в вопросе есть мягкий знак, значит, и в сочетании «ся» тоже будет мягкий знак. Надо что делать? Учиться. В вопросе есть мягкий знак, в глаголе, который стоит в форме инфинитива, тоже есть мягкий знак в сочетании «ся». Но он что делает? Учиться. В вопросе нет мягкого знака, значит, и в глаголе нет мягкого знака. Глагол «учиться» находится в форме третьего лица единственного числа. Также мягкий знак пишется в глаголах в форме инфинитива. Если этот глагол оканчивается на «ч», всегда здесь пишется мягкий знак. Проверяем по вопросу «что сделать?» «Сберечь». Мягкий знак пишется в глаголах после шипящих, если глагол находится в форме второго лица единственного числа. Подставляем местоимение «ты». «Ты что делаешь» или «что сделаешь». «Ты бежишь», «ты придешь». Мягкий знак пишется в глаголах в форме повелительного наклонения. Такие глаголы обозначают приказ, просьбу. В единственном числе глаголы будут отвечать на вопросы «что делай», «что сделай», «что делай», «режь» или «что сделай», «сбрось». В форме множественного числа эти глаголы будут отвечать на вопросы «что делаете», «что сделаете». Мягкий знак также пишется, он остается. «Вы что делаете?» «Режьте», «вы что сделаете?» «Сбросьте». Продолжение следует...»